Харе Кришна! Я третий или четвертый раз пытаюсь записать это видео. Наверное, не судьба, но я все-таки исполню свой долг, прочитаю этот стих. Стих звучит следующим образом. Это глава девятая, самое сокровенное знание, текст девятнадцатый. Я дарую тепло, посылаю, останавливаю дожди. Я бессмертие и я лицетворенная смерть. И материя и дух покоятся во мне. С помощью своих разнообразных энергий, таких как излучение солнца и электричества, Кришна повсюду распространяет тепло и свет. Эта Кришна прекращает дожди летом и заливает ими землю в сезон дождей. Энергии, которые поддерживают наше существование, увеличивая продолжительность нашей жизни, также являются Кришной. И Кришна же предстает перед нами в конце нашей жизненного пути в облике смерти. Изучив природу разнообразных энергий Кришны, мы придем к выводу, что для Кришны не существует разницы между матерью и духом. Иными словами, он является и тем и другим. Поэтому тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, также не делает подобных разграничений. Он во всем видит только Кришну. Поскольку Кришна – это материя и дух, гигантская вселенская форма, охватывающая все мироздание, также является Кришной. А его игры во Вриндавне, друг и формы Шьяна Сундры, играющего на флейте – это игры Верховной Божественной Личности. Такой комментарий к этому стиху Шилапрабхупады. И здесь эти стихи рассказывают нам о том, как Господь управляет мирозданием, как Он творит миры, что Он делает, как Он устраивает этот мир. Допустим, Шилапрабхупады, говоришь, с помощью Солнца Он освещает этот мир, обогревает его. Для нас это важно понять. Мы рождаемся в этом мире, видим Солнце. И для нас это само собой разумеющееся. Мы думаем, что так и должно быть. Однако было время, когда этого Солнца не было. Может быть, не было и многих планет. Шимадбхагу там в пятой песне мудрецы Шукадева Госвами описывают, что в определенный момент Солнце поместили внутрь Вселенной, чтобы оно освещало, его зажгли, чтобы оно освещало и согревало все вокруг. Мы привыкли, что если холодно, ставить какие-то батареи вокруг нас, рядом с нами. Но Кришна придумал по-другому. Он зажег одну большую лампочку, батарею сразу же, которая очень ярко светит и всех вокруг греет. А чтобы все равномерно прогревалось, на некоторых планетах они вращаются. Придумали так, что она будет вращаться. Наша Земля вращается вокруг своей оси все время. И таким образом она прогревается равномерно относительно. Конечно, есть полюса, но все равно планета вращается и равномерно прогревается таким образом. То есть не Солнце вращается. Хотя, согласно некоторым стихам Шимадбхагу, там Солнце вращается вокруг Бумандалы, также обогревая его. Но согласно современным ученым, современным исследованиям, Солнце стоит на месте, а Земля крутится вокруг Солнца, вращаясь. Но Луна, допустим, не крутится. Луна стоит на своем месте. Также решили, она вращается вместе с Землей вокруг Солнца, но по факту она не вращается вокруг своей оси. Мы не можем опровергнуть и версию ученых, и версию Шимадбхагу там также не можем. Научные данные очень четко доказывают, что Земля вращается вокруг Солнца. И как сегодня с помощью лазера измерили точное расстояние до Луны, до 30 метров, по-моему, там точность есть. И все же Шимадбхагу там говорит, что есть плоская Земля. Это факт, она существует. Там живут разные существа, плоскость земель, Бумандала. И на них существуют разные, совершенно разные живые существа. И на самом деле это было устроено сознательно. То есть миры не возникают случайно. В это вовлечена огромная-огромная сила сознания. И веды как раз и говорят, что цель жизни человека – осознать присутствие этого сознания. Этого высшего разума, высшего Я. Мы склонны думать, что это сознание было и потом исчезло. То есть Творец есть, и он как бы исчез. Нам кажется, что его нету. Но это не совсем так. Нет, совсем не так. Он был, есть и будет. И даже мы с вами были, есть и будем. Но Господь Кришна хочет рассказать о своих поступках, о своих деяниях. Он говорит, что многие поклоняются мне как абсолюту, как вселенской форме и так далее. Но он говорит, что это я все устроил. Я весь этот миропорядок устраиваю. И он регулируется. Я устраиваю так, чтобы дожди лились на Землю. Потому что, допустим, если мы посмотрим, на Марсе нет дождей. А на Земле есть. Это было специально устроено. Специально корректируется что-то, погода. Есть специальные существа-полубоги, которые могут этим управлять. Опять же, частично, конечно, но этот порядок существует. Существует, конечно, и когда вещи выходят за пределы. За пределы. Но даже это, когда существуют катаклизмы, землетрясения. Даже это, на самом деле, этому есть причины. Поэтому Господь устраивает этот вселенский порядок, чтобы на нем мы могли жить. И иногда нам кажется, что это несправедливо, неправильно. Что происходит несчастье. А когда мы селимся, допустим, на севере, нам кажется, почему Господь не любит нас. Но мы сами поселились в далеком севере или в пустынях. Мы уходим по каким-то причинам в пустыне, чтобы обрести какую-то жизнь, может быть, свободную какую-то жизнь. И потом мы можем ругаться на Бога, почему мы живем в пустыне, почему есть в пустыне. Но этот мир так устроен, что Господь, он создает благоприятные условия жизни, менее благоприятные, полное разнообразие форм жизни. Кто-то хочет более легкую жизнь, он уходит подальше. Кто-то хочет более жизнь легкую. В климатическом смысле он начинает жить в боли, где много людей, много войн, много сражений. Но там легче жить, земля более плодородная и так далее. Энергия, которая поддерживает наше существование, увеличивает продолжительность нашей жизни, также является Кришна. Кришна говорит, я являюсь бессмертием. Потому что тот, кто концентрирует свое внимание на Кришне, на Боге, обретает бессмертие, обретает жизнь в духовном теле. Тот же, кто не делает этого, наоборот, обретает смерть, потерю всего, расставание со всем. Тот же, Кришна говорит, Чаева, я так же и смерть, я так же и конец всего, что есть у человека или у других существ. Шилапрупада часто говорил, что мы можем не верить в Бога, но в момент смерти нам придется с ним встретиться, но придется познать его власть, его авторитет. Мы умрем, мы можем сколько угодно говорить, что Бога нету, я не верю и так далее, но нам приходится умирать. И это проявление высшей воли Бога. Потому что иногда случается, что высшие силы как бы не карают человека, и кажется, что он действует полностью по своему дозволению. Но это не совсем так. Хотя на какое-то время ему дается возможность действовать. Но согласно своей воле, согласно тому, что он хочет, ему даются возможности и время. Он действует согласно своей воле, но опять же в рамках, но потом, когда время проходит, у него все это забирают. Ты можешь быть диктатором, но потом все у тебя забирается. Был Саддам Хусейн, у него все под конец отобрали. Адольф Гитлер, у него все отобрали. И вот Сталин, у него потом, он все равно умер. У него отобрали его империю, он должен был умереть и остаться ни с чем. Такова власть Кришны. Он дает живому существу что-то на какое-то время, но потом у него все отнимается. Это не вечный мир. Этот мир принадлежит не правителям, не владыкам. Он принадлежит Кришне, Парамешвари. И лишь на время высший владыка разрешает пользоваться каким-то авторитетом в этом мире. И потом забирает все. Таким образом, человек приходит сюда, получает какие-то плоды, тяжело трудится, но потом он вынужден все оставить и умереть. И как бы человек ни цеплялся за эту жизнь, он все равно должен будет уйти. А это абсолютная власть Бога. Абсолютная. Здесь нет ошибки. Мы не можем вам гарантировать никому, что вы будете абсолютно богаты и так далее. Но что вы умрете, это есть гарантия. Поэтому Кришна говорит, я источник бессмертия, я врата к бессмертию. Познав меня, придя через меня, ты придешь в мир бессмертия, в мир вечности. Но так же я и смерть для человека. Потому что, живя в этом мире, ты не сможешь жить вечно. Ты встречаешься со мной. Ты признаешь, ты увидишь мою власть над этим миром. Ты увидишь, что время властно над каждым. Сад, асад, чахам арджуна. А я так же, дух и материя. Сад, вечное проявление, духовные миры. И асад, материальные миры, материальные проявления. Все это исходит из меня. Кришна говорит, это я. Я создал это все. Поэтому Шилапрупада пишет, что подобно в опытных руках опытного электрика одна и та же электроэнергия может согревать и охлаждать, как холодильник и электроплита. Точно так же и у преданного. Эти энергии не вводят его в заблуждение. Также энергия материи может возвысить его, привести его в духовную. Он может, даже находясь в материи, почувствовать духовные трансцендентные вибрации, духовные чувства. Даже находясь здесь. Иногда, приходя сюда, даже с высших миров, человек, мир грубой материи, возвышается до более высокого уровня. Даже приходя в этот мир, он становится более совершенным, даже духовным, казалось бы. Мы не говорим об абсолютной духовности, абсолютной чистоте души, но частично, да, он был кем-то, потом он приходит и становится еще более возвышенным, чистым существом, приходя в этот мир. Так устроен мир, мир устроен Кришна. И тому очень много примеров. И этот мир может позволить сблизиться нам с Богом. Потому что, когда, допустим, вы приходите к большому начальнику, иногда очень трудно до него достучаться. Вокруг него всегда очень много людей. Допустим, если у вас есть учитель, и вокруг него тысяча учеников, очень трудно получить его личную аудиенцию. Но если, допустим, начальник или президент едет на какую-то дачу, и вы едете с ним, или вы живете рядом с ним по какой-то причине, вы можете легко с ним пересечься, поговорить и так далее. Поэтому, когда Кришна приходит в этот мир, очень легко с ним общаться, поговорить, очень личностно. Более того, Кришна сам иногда приходит к таким людям. Сам приходит. Когда человек совершает предное служение, он чувствует разлуку с Богом, и тогда Бог сам к нему приходит. Он приходит в этот мир в каком-то облике, совершает лилу, и потом обязательно приходит к этому преданному. Он знает, что это предное есть, и он приходит к нему, чтобы как-то встретиться, его поощрить, его и так далее. Однажды, когда Господь Шитане являлся в своем маха Пракаши Лилу, он являлся в своем трансцендентном могуществе, он сказал, позовите Шридхара. Шридхар был бедным торговцем листьями бананов, но он был величайшим трансценденталистом, который обладал огромной любовью к Богу. И по ночам он впадал в транс, он кричал в разлуке с Кришной много лет. И Господь Шитане приходил к нему, покупал у него листья бананов, торговался с ним, и все время говорил, почему ты всех обманываешь? Ты очень богатый человек, ты очень возвышенный человек, ты просто специально скрываешь свое истинное богатство. Но Шридхар говорил, нет, нет, Господь, я очень-очень беден, у меня ничего нет. Но Господь Шитане говорил, я выведу тебя на чистую воду рано или поздно. И потом, когда Господь позвал его, Шридхара, и он пришел, и Господь Шитане сказал, взгляни на меня, взгляни на мое духовное великолепие. И Шридхар упал без сознания, когда увидел Господа Шитане. И Господь Шитане сказал, что ты хочешь, какое благословение ты хочешь. И Шридхар сказал, я хочу, чтобы только ты с жизни в жизнь приходил ко мне, и мы, так сказать, имели с тобой дружеские беседы. Таким образом, Господь приходит своим преданным, благословляет своих преданных. В этом мире, даже в мире материи, можно обрести очень близкое духовное общение с Кришной. Можно очень легко почувствовать, кто такой Кришна, кто такой Бог, какова его природа, каков его характер, каково это сознание, что это за сознание, божественное сознание, сознание Кришны, какое сознание у Кришны, на самом деле. Вот. здесь Кришна рассказывает про себя. Он рассказывает это о Джуне, потому что он хочет, чтобы Аджуна понял, кто такой Кришна, каков он на самом деле. какой он, что он делает, зачем он это делает. Он хочет, чтобы Аджуна, и мы с вами поняли это. Потому что, не поняв, не осознав природу божественной личности, невозможно полностью предаться ей, довериться ей. Если мы не знаем мотивов человека, мы не сможем полностью довериться ей и отдаться ему. Мы будем не доверять им, если он скрытый, если он что-то там шепчет все время внутри себя, мы не сможем понять, кто он такой. Поэтому Кришна про себя рассказывает о Джуне и рассказывает нам. Он говорит, ребята, я такой, я самахамсарва бутышу, к нам медведь, честенапряга, я никому не завидую, я равно отношусь ко всем. Я баджанди, тумам бахти, а майтээ тэши чаппяга, но тот, кто поклоняется мне с любовью, я в нем, и он во мне. Так Господь говорит, да, скажет в следующих стихах. Здесь он говорит, я сотворяю миры, я творю миры, это миры созданы мной, я нахожусь здесь повсюду, вы можете почувствовать мое присутствие повсюду, я пронизываю весь мир, но в то же время я не в нем. Он хочет раскрыться, Господь раскрывается нам, раскрывает себя, а это и называется самое сокровенное знание. Он говорит, я ни в чем не нуждаюсь, и все же я исполняю свой долг. Тот, кто осознал величие Кришни, Господь Кришни говорит, тот, кто понял мое величие, Бхаджанты Имам Дридхавратах, начинает поклоняться мне, совершать аскезы с огромной решимостью, очень суровой аскезы, сразу же отдает себя мне, полностью посвящается мне, тот, кто увидел мое величие, красоту и бескорыстность. Поэтому сознание Кришны это путь приближения к Божественному, к Божественному сознанию, к Божественному Я. Путь познания Бога, путь познания Абсолюта. И как только человек познает это, он сразу начинает служить, в нем просыпается любовь к Богу. Но еще раньше она просыпается, когда человек встречает преданных Кришны или самого Кришны. И тогда, зная о беспричинной милости Кришны, зная о том, что Он всегда отвечает на молитвы своих преданных, зная, что Он, Его сердце очень мягкое к преданным, что Его зовут отчута, непогрешимый, что Он всегда ответит на наше молитвы. Он, Его преданное, всегда слышит нас. Он, такой преданный, отдает себя в руки Всевышнего. Познав природу Бога, человек отдает себя Богу. Потому что это естественно и прекрасно. Когда человек начинает, в этом настроении человек отдается себя повторению святого имени Бога, Кришны. Он начинает, он отдает себя, полагая себя на волю Всевышнего. Есть замечательная история, описанная в Махабарате, про царицу Драупади, когда Махараджи Ильиштари вызвали на матч в Кости, и он проиграл свое царство, своих братьев, и даже проиграл свою жену Драупади, несравненную красавицу, которая была освящена великими ягами, то он, то ее вызвали, чтобы она, чтобы склонить ее, раздеть ее. И Драупади цеплялась, она звала Кришна, Кришна, потому что никто не мог ее защитить в это время, но она не знала, как защитить себя, она держала, ее пытались раздеть, схватили ее за сари, пытались снять с нее, стяну с нее сари, она держалась сначала двумя руками, взывая к милости Бога, потом держалась одной рукой, взывая к Кришне, но Кришна не приходил. И тогда она ставила все свои попытки спастись самой. И в этот момент она подняла руки и вызвала Кришна и Гавинда. И Гавинда сразу ответил, ее сари стало бесконечным. Сколько бы они ни тянули, сари не кончалось. А вот с таким настроением, отдавая себя Богу, человек, который хоть немножко увидел Бога или его преданных, начинает отдавать себя во время джапы. Он, может быть, не до конца понимает все, что происходит, но он отдает себя на волю Всевышнего, на волю Господа Кришны, когда берет джапу и начинает ему молиться. В Драупаде не осталось ничего, чтобы защитить себя и свою честь и свою семью. Она пыталась это сделать, но ей ничего не получилось. Так же и мы иногда пытаемся, но у нас ничего не получается. И получается обрети освобождение, мудрость, богатство. Или богатство не приносит нам радости и счастья в жизни. И Драупаде она также потеряла все это. В этот момент ничто не могло ей помочь. И тогда она просто начала воспевать имена Кришны и отдалась на его милость. И в этот момент ее жизнь полностью поменялась. Точно так же и преданный, садясь перед изображением Кришны, перед фигуркой Кришны, божеством Кришны, берет в руки джапу и отдается на мило Всевышнего подобно Драупаде. Он просто начинает повторять Харе Кришна мантру. И он говорит, «Дорогой Господь Кришна, ты дал мне эту мантру, чтобы я пришел к тебе. Твой чистый предный мой духовный учитель давал мне этот процесс джапа-медитации. Поэтому, приняв их авторитет, ваш авторитет на свою голову, я воспеваю световое имя. Я отдаюсь на твою волю и приму то, что ты мне пошлешь». В этот момент происходят удивительные вещи, когда человек отдается на волю Всевышнего. И его судьба, его карма, его жизнь начинает меняться. После этого на Драупаде перестали смотреть, как на обычную женщину. Дритарашта, услышав, что произошло, увидел ее, как великую святую Евгению. И он сказал ей в ответ на это чудо. И Драупаде сказала, «Верните мне моих мужей и мое царство». И Дритарашта сказал, «Да будет так». Ей все вернули. Точно так же человек, который отдается во время повторения на милость Всевышнего, ему возвращается столицей. Даже если он что-то теряет. Даже если он что-то теряет. Но что он может потерять, кроме как своих анартах? В этот момент, когда он отдается на милость Всевышнего, он оставляет позади себя всю ту грязь, которая грузом тянулась по его жизни. В этот момент он скидывает с себя все тот негатив, который тянулся и обретает жизнь света и любви. На этом, наверное, надо заканчивать, начинает перегреваться опять телефон. Поэтому, следуя по стопам Драупади, великой преданной Кришне, мы можем так успевать Харе Кришна Махамуру, осознавая в то же время, что Кришна рассказывает про себя в Бхага-утгите. Спасибо большое. Харе Кришна Шилаправадхи Кришна 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 Продолжение следует...